Здравствуйте, друзья! Мне очень хочется поделиться свежей темой насчет того, куда вкладывать деньги, время, как планировать будущее, в ближайшие месяцы, год, два, три, потому что ситуация складывается очень нестабильно и непредсказуемо. Хотя я живу в западной стране, это не значит, что я вполне уверен в том, что произойдет. Я не жалуюсь пока, жить можно, но в Польше ситуация становится критичнее. Там есть мой родственник и мои друзья. А что касается тех, кто живет там в России, на Украине и еще в других странах, это катастрофа. Там очень ускоряется кризис и многие сейчас думают, что делать, чем заниматься, куда вложить свои сбережения. И надеюсь, вам не мешает сейчас музыка, место, потому что я сейчас провел тренировку и к моему клиенту, молодому человеку, который ждет со мной занятия. Еще есть час, я решил просто этот час использовать с пользой, то есть хватит двух часов моей тренировки, потом еще с ним я буду заниматься. И есть час перерыва. Друзья, я под влиянием просто от того, что я слушаю, когда занимаюсь турцелой. Это не просто для того, чтобы здоровье, форма, уверенность в себе и так далее. Это полезно, это налаживает жизнь. Это на самом деле я рекомендую. Это другая тема. Но заодно я просто нахожу время для того, чтобы слушать у них людей. Я послушал, у нас есть Радислав Гондопас, можете его послушать, я не буду обманывать, я у него услышал. И хочу пересказать некоторые его истории, его ценные мысли или, скорее всего, я дам свою интерпретацию того, что я у него услышал. Потому что это на самом деле вам я тоже рекомендую. Дело не в том, чтобы мы тупо повторяли другий вид, это не принесет результат. Мы должны всегда искать свое применение того, что мы слышим. Ну и сперва он рассказал такую интересную ситуацию относительно эксперимента. Там взяли пять студентов, как обычно. Там проводятся эксперименты. И было пять комнат. 20 минут в одной комнате спрятаны сто тысяч долларов. Ну и это были очень хорошие ученики, обычно, большинство из них. Отличные такие, которые, ну, супер, знаете, очень эффективные такие в учебе, хорошие оценки. Ну и один пошел, вернулся, не с чем. А последний пошел, принес сто тысяч долларов. А этот последний оказался не отличником. Это был такой средний ученик. Не максималист. Оказывается, первые, которые там пошли искать деньги в этих комнатах, это были максималисты. То есть отличники, которые хотели выполнить свое задание максимально хорошо. Поэтому, когда они заходили в комнату, они что делали? Они внимательно исследовали каждый угол, уголок и каждую полочку. На это ушло время, и они не успели пройти всех комнат. А этот такой, который не максималист, среднего уровня ученик. Он так, как зашел в одну, посмотрел, там, рад, там, ты, будешь, туда, сюда, и так. Вторая, третья, четвертая, пятая, и нашел деньги, и дошел. Эффективность, смотрите, в жизни не зависит от максимализма. Максималисты, люди, которые имеют хорошие оценки в школах, потом они очень отличные такие, трудолюбивые люди, они надежные. Хорошо иметь такого работника, такого директора и быть владелцем компании, где есть такие люди, максимально на них можно положиться. Они всегда вложат сердце, весь ум, все силы, все, чтобы любое задание, которые вы дадите, они будут стараться выполнить максимально хорошо. На них можно положиться. Но в наше время, сейчас, посмотрите, что в ближайшие полгода, даже в месяц, в ближайшие год, два, три, мы не уверены в том, что произойдет в мире. Есть такое предсказание, которое я, с которым я столкнулся, и мне кажется, оно правдивое, что 30% разных профессий, типа водитель, продавец, они исчезнут. За три года не будет уже продавцов. То есть это будет искусственный интеллект. То есть за нас будут делать это все роботы. И водители будут нужны, и такси, и автобусы. То есть да, где же будет настолько работать хорошо интернет, что все будет управляемо искусственным интеллектом. Да, это фантастика, это теория. Но представьте себе так или иначе, вы сами замечаете, что сколько за последние годы профессии исчезли, они стали ненужными. И это тенденция. Так что многие из нас подчеряют работу. Сейчас в ближайшее время надвигается кризис, финансовый кризис. И каждый из вас думает об этом, куда положить свои там сбережения. Есть долг, у кого-то есть накопление, не знаю. Теперь что, купить еще одну недвижимость, купить огород. И там можно выращивать что-то. Кто-то подумает, может вложить деньги в биткоины. Это же будущее. Электронные деньги. Это то, о чем все говорят. А может какая-то профессия. Пройти какие-то курсы по рабочим онлайн. И заняться надворцем. То есть работать в интернете. Есть несколько разных вариантов, куда можно вкладывать деньги, время, внимание. инвестировать для того, чтобы обеспечить себя и свою семью. Своих ближайших детей, жену, ближайших родственников. Друзья. И здесь еще одна история, которую я услышал. И у Радислава в одном допросе. Он на одном тренинге по бизнесу, когда общался с человеком, он узнал, что этот человек, он говорит, что имеет 54 бизнеса. Разных. Говорит, да не может так и выбрать. Он говорит, да, серьезно. У меня 54 разных бизнеса. Он говорит, давай, давай, бумажку, ручку, я хочу все записать. И где-то на 20 классном номере он сбился, ну, забыл, какие у него даже бизнесы есть. 54. Забыл к своему менеджеру, я скажу, говорит Радиславе, какие там бизнесы у меня еще есть. Говорит, ну, такой, 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 такой вот, 54 бизнеса. И вы знаете, все 54 бизнеса, которые он делал, естественно, они не супер были эффективными. То есть нельзя уследить за директорами, менеджерами, работниками. Там кто-то его обохрал, в смысле, не пришел вовремя, обманул на деньги. То есть там, ну, везде была какая-то халатность. Это не настолько идеально бизнес. Это само собой. Ну, нельзя управлять. А кто-то другой, он сказал бы, лучше иметь один хороший бизнес, за ним следить, чтобы за ним хорошие деньги зарабатывать. И, по-моему, этот, пока сегодня, он очень непрактично. Потому что, если провалится этот супер качественный бизнес, у нас ничего не останется. А у этого человека 54 бизнеса, он может открыть еще, или пять, или десять почащих из этих бизнеса. Ничего, он на этом сильно не пострадает. Подумайте, к чему я сейчас веду. Что хорошо быть открытым на разные возможности. Не вкладывать деньги. И всего внимания в какую-то одну компанию. Один бизнес. В криптовалюту. В золото. В среду. В недвижимость. Куда тут поеду, может быть. Может, какой-то курс. Все деньги вложу в обучение. И какая-то новая профессия появляется. Я бы тут не поставил ни на что. Я не знаю. Просто, что может быть гарантией того, что вот если вы этим займетесь, это приведет к вам, даст вам обеспечение и такую уверенность и стабильность. Вряд ли такое. Ну, я бы опасался давать такие советы. Но зато учиться в новом. Например, вкладывать понемногу в разные. Немного в свое ребро. Немного в какую-то волоку. Немного там, там. Попробовать. Заняться одним бизнесом, вторым. Обучаться чему-то новому. Работать по телефону. Какое-то новое предложение. Быть готовым. Иметь несколько вариантов. Если у вас есть несколько вариантов, вы увидите что-то. Что-то начинает крутиться. Что-то вам приносит прибыль, а другой нет. Тогда одно закрываете, занимаетесь другим. Этот подход, он может быть спасающим.